Мы опять вместе с нашим добрым другом и начинающей наставницей, еще магистрантом Свято-Тихоновского университета Анастасией Шевец. Приветствуем вас, Настя. Здравствуйте. И напомню, что разговор наш уже начался в прошлой передаче о великом нашем новомученике, священномученике Ларионе Троицком и его наследии богословском, большая часть которого посвящена теме единства Церкви. Времена его жизни – это трагическая эпоха начала XX века, включая этапы времена гонений, церковных расколов, когда едва по местным соборам 1917-1918 года был воздвигнут святейший патриарх на пустующую два века русскую кафедру патриаршую. Но тот мрак безбожий, в который была погружена наша страна, был направлен своими копьями прежде всего на Церковь, на ее разрушение. И разные виды обновленцев, и сифляне, и грегорианцы, и разного рода виды оттягивания от подлинной Церкви под видами всяких живоцерковников и прочих. христиан от единства церковного приобрело просто и всеобщее действие дела, и цена верности уже была не просто какое-то земное неблагополучие, а сама жизнь. И сам священномущий Николарион, которому предлагалось многократно присоединиться к какому-нибудь из этих новоявленных сообществ и сохранить жизнь земную, категорически отказывал, оберегая более всех сокровищ для себя единство с Церковью. И в его трудах это характерно отразилось на такое отношение, его труд. Христианство нет без Церкви, в которой он и изложением определенной логики освоения Священного Писания, слов Господних, и анализом святоотеческих определений на этот предмет достаточно четко указывает на безблагодатность, неспасительность всяких сообществ, именующих себя христианами, христианскими, если оно не принадлежит к Церкви, не находится в каноническом единстве, в послушании священноначалью, в сохранении вероучения. Но, как вырвалась Анастасия, вопрос тут несколько спорный, потому что, вот почему интересно, потому что трудно вычеркнуть миллионы людей, именующих себя христианами, из общества, надеющихся на спасение. Когда Феофан Затворенко спрашивали, человек это очень жалостливо, ко всем снисходительного, спасутся ли католики, он говорил, не знаю, спасутся ли католики, я знаю, что я без православия погибну. Для себя этот вопрос был ему решен и очевиден. А вот ответить, что они не спасутся, святитель Феофан не брался, именно потому что не ему, но Господу верен суд последний и тоже глубоко знакомый со святоотеческим учением о единстве церкви и всяко за него боровшийся, святитель Феофан, тем не менее, высказывается мягко. Но не... Мы сейчас посмотрим, и кое-какие его высказывания представляет и священномученик Ларион, который как раз указывает на то, что второй церкви не бывает. Но тут насколько все-таки вот эти более мягкие формулировки законны, уместны, чем они оправдываются? Говоря о формулировках, мы, наверное, все-таки относим их немного к другой области. Проблема границ церкви. То есть, когда мы читаем труды Лариона Троицкого и людей, которые с ним полемизировали, точнее, даже не столько, наверное, с ним, сколько с той концепцией, которую он представлял, концепцией границ церкви. Мы говорим о проблемах в вопросах благодати, о вопросах вхождения в церковь или выхождения из неё. Но всё-таки столь мистический вопрос, как спасение, он немного в другой как-то области всё-таки рассматривается. И здесь, наверное, немного было бы нехорошо его примешивать, потому что и Ларион Троицкий в своих высказываниях, и те, кто с ним полемизировали, они, конечно, не берутся судить вместо Господа о спасении других людей. Тем не менее, мы всё-таки, скажем так, официальная позиция церкви, что вне церкви нет спасения. И она, вот эта концепция, этот подход... Кстати, у католиков тоже такая позиция. Бесловно. По-моему, это как раз есть латинская известная формулировка, такая также звучащая формула. Но только для них понятие принадлежности к единству церковному – это подчинённость римскому папе как признак католичности, то есть вселенскости, соборности. Поэтому мы для них как раз тоже... Не столько еретики, это им не представляется большими недоумениями, наша разница в вероучении, сколько непослушные, сколько схизматики, которые находятся в отчуждении от послушания. Ну, это... Трабично. Ну, понятно, что тяжело ходить в чувстве своей праведности, и при этом то, что относится к святоотеческой традиции и к благонадёжному апостольскому православию, считать отколовшимся по причине непослушания единой главе церкви, которая подменена папой. Ну, вот мы, когда говорим... Вспомнили святителя Феофана Затворника, вот на такую его цитату ссылается священномученик Орион, имея в виду основание единства церкви. «Вера христианская соединяет верных со Христом и таким образом из всех составляет единое тело стройное. Христос творит сие тело, каждому сообщая себя и духа благодати». Каждому сообщает Христос, но в этом самом едином теле. Ему подавая действенно, осязательно так, что сей дух благодати, сходя на каждого индивидуально, мы помним из школьного нашего богословия, в соответствии с произволением каждого в отдельности верующего, делает его тем, чем ему следует быть в теле церкви Христовой. Вот это важно делать не в каком-то списке, а в том, что принадлежащие к телу получают духа. От духа личное освящение в связи со своим личным произволением. Поэтому эту цитату святитель Феофан, эту мысль завершает так. «Тело Христово, стройно сочетаясь таким подаянием духа, растет в себе по той мере, в какой каждый член отвечает своему назначению или действует во благо церкви, сею полнотою полученного дара благодати». Та самая благодать, которая действует и в причине святых Христовых тайн, воспоминанием о которых мы завершали прошлую беседу, говоря о том, что как раз все-таки таинство таинства, ради чего, ради которого совершаются все прочие таинства, это участие в теле крови Христовой, в таинстве телой крови, которые есть высшая форма не просто олицетворения, но осуществления, единства верных со Христом. Если существуют две чаши, в том случае, когда агнец, раздробленный на престоле, выносится священниками для причащения мирян, многочисленных в двух чашах или в десяти чашах при больших праздниках. Это вовсе не признак разделения Христа. Церковь одна, причастие едино, Христос не разделился. А вот я говорю о второй чаше, которая чужда при общении с первой чашей. Те, кто не причащаясь у православных, причащаются сами, каким-то образом формируя из себя свое какое-то единство тела. И предположить, что это уже, простите, пантеон, вот тело, и вот тело, и там тело. Ну, протестанты уже, надо сказать, совсем уж разменялись некоторые, которые уже и причастие за причастие не считают, и для них это достаточно как опыт воспоминания того, что было накануне страданий Христа, некая общая трапеза, которой и сейчас соберешься что-нибудь поесть с друзьями. Хлеб ли с вином, или рыбу с лимонадом, с соком лимонным. Всяко хорошо посидеть, так, душевненько. Там уже и речь не идет о принадлежности к единому телу Христову. Как можно из вот этого отчуждения от единства чаши говорить о какой-то общности будущей участи или единства со Христом, если нет общего причащения? При всех проблемах какого-то внешнего образа таинств, не только причастия на самом деле, но и в том числе и крещения, и других очень тоже важных таинств, которые помогают правильно хранить причастие и ту благодать, которую нам усвояет Дух Святой в Церкви. При всем внешнем различии, при всем каком-то таком гносеологическом, то есть умственном понимании процесса как какого-то акта, таинственного, не таинственного, глубина вопроса и такого спора здесь, именно в этом вопросе, она заключается в том, насколько действенна благодать. То есть когда мы говорим о том, что Церковь едина, она действительно есть тело Христовое, есть Господь, её глава, тело одно, соответственно. А у тел есть вот очень интересные примеры, которые Илларион Троицкий приводит у себя в трудах. Образы лозы, то есть отдельные ветки, они как бы отдаляясь от ствола, они что, засыхают? Или же по мере насыщения питательным соком они дают более горькие, более слабые плоды, но всё-таки их дают? То есть вопрос заключается в том, сохраняется ли благодать и в какой мере она сохраняется при сохранении образа таинства и, собственно, благодатной жизни, которая осуществляется в той или иной отпавшей общине. Потому что действительно, как вы правильно заметили, с точки зрения этики это очень серьёзный вопрос, потому что тогда что получается? Большая часть населения мира, живших когда-либо, она что, умрёт? То есть она что, будет в аду? Она что, будет подвержена мукам и не обретёт жизнь вечную? Ну что ж, здесь уже мы окунаемся в области одицеи, то есть богооправдания. Святой Киприан Карфагенский, который приводится священномучеником Иларионом в очень категорическом плане в том, что он пишет Антониану о Новотиане. «Ты желал, возлюбленнейший брат, чтобы я написал тебе и касательно Новотиана, какую ересь он ввёл. Знай же, что прежде всего мы не должны любопытствовать, чему он учит, когда он учит вне церкви, кто бы и какой бы он ни был, он не христианин, как скоро он не в церкви Христа. Как может быть со Христом тот, кто не пребывает с невестой Христовой, не находится в церкви его?» И, наконец, в трактате о единстве церкви его знаменитые слова. «Тот, кто не может уже иметь отцом Бога, тот не имеет матерью церковь». И, таким образом, Святой Киприан решительно отказывает всем, стоящим вне церкви, в звании христианин. То есть христианин – это не тот, кто признаёт Христа и почтительно к нему относится, а тот, кто принадлежит к церкви. Еретики – это, собственно, повторяет решительное определение Тертулиана, своего учителя. Еретик не может быть христианином. Очень мало отцов, слава Богу, выступали за апокатасис, то есть всеобщее восстановление. Но консессус патрум всё-таки же, то есть согласие отцов, оно происходит в том вопросе, что спасения вне церкви нет. И когда мы говорим о благодати, мы говорим не только о её стяжании, мы говорим о её реализации и вообще возможности существования человека в церкви. Церковь тоже очень интересна, про это пишут отцы, она зиждется, вот эта вот возможность быть в церкви, она связана и с любовью, как вы упоминали тоже в первую передачу. И вот как раз-таки в этих вот отступниках, в их обществах, нету любви, потому что есть это падение, есть этот разлом. И благодать, так же, как и благодатная жизнь, она угасает. Но, тем не менее, всё-таки такие, скажем так, признаваемые версии, святоотеческие, например, Василий Великий, они всё-таки, опять же, существование трёх чинов принятия в церковь, они показывают, что всё-таки что-то возможное сохраняется. У Василия Великого всё очень просто. Отступившие от церкви и через раскол уже не имеют на себе благодать Святого Духа, вне церкви нет священства и не может быть преподана благодать Святого Духа. Мало того, эти мысли святителя Василия ещё на Шестом Вселенском Соборе вторым правилом и на седьмом первым правилом утвердила как непреложную истину. И само послание святителя Василия Конфилохи было признано каноническим, и поэтому доселе помещается в книге правил. Мы просто как будто бы смешиваем в кучу спасения вне церкви, про что вообще никто не говорит. То есть про возможность спасения вне церкви – это либо очень аптекально, либо радикально. А при этом, когда мы говорим про благодать, она… И здесь вот именно вот эта полемика выступает, то есть… Да нет, ну благодать она… Благодать – это дело единения, обожения. Благодать – это же… Благодать, спасение – это же не разные понятия. Где благодать, там и спасение. Где нет благодать, нет спасения. А зачем благодать, если она не спасает? И это же не благодать. Вот в этом-то и вопрос. То есть благодать, которая не работает, она не спасает. Ну, у него может быть благодать, которая не работает, потому что она тогда не благодать. Она может не усваиваться. Святой Дух может, вот он действовал в церкви, человек был в лоне церкви, то есть он был пастырем, допустим, потом откалывался от церкви. У него была благодать, а потом он откалывается от церкви, у него угасает чистота вероучения. Угасает чистота вероучения, угасает и благодать. Человек впадает в грех, например... Ну, никто не против, но это то, о чём пишет священный мученик. А он просто немного по-другому про это пишет. Его спорность тех моментов, которые он высказывает, заключается именно в отрешении благодати от вообще людей, прям вот как бы отпавших. Ну да, все-таки у нас и язычники пользуются некоторым образом лучами славы Божьей, их достигающие. И в чем-то их просвещающие, в чем-то их наставляющие. Ну, просто мы говорим о том, что в ново-заветные времена то, что подлинно стоит человеку приобретать, это все-таки возможность спасения. Безусловно, а это возможно только в церкви. Поэтому проблема заключается не в том, возможно ли спасаться вне церкви в каких-то других деноминациях. Проблема, которую поднимает Лорион Троицкий, которая является спорной, заключается в том, как войти в церковь. И возможно ли вхождение в церкви при сохранении, то есть при актуализации тех таинств, которые были, совершены над человеком. Либо же это полностью человек, который вне церкви, ну вот, например, старкатолик, да, либо он полностью уравнивается к Магометанам. И здесь мы видим именно эту проблему. Проблема во взглядах и Сергея Старогородского, и там, не знаю, Хомякова, Алексея. Это проблема механизма и проблема догматики, но не проблема вопроса о спасении. Здесь вопрос максимально из этого дискурса вынимается. Ну, то есть, так ты присоединил к церкви или не совсем так, это мы существенному сомнению не подвергаем. А вот как раз-таки так или не так, и возможно ли вообще и как их подвергать включению в церковь, именно это мы подвергаем сомнению. Обратимся к цитате. Собственно, Сергей Старогородский пишет. Защитники старого мнения прибегают к героическому средству, решаются внести некоторую поправку в катехизическое учение о церкви и таинствах. Церковь, говорят они, как носительница всей полноты божественных полномочий по управлению и разделению благодати, сама не связывается теми формами таинств, под которыми она учит преподавать ту или иную благодать в обычном порядке. То есть, иными словами, более подробно, потому что это ёмкая цитата, в других главах он это всё объясняет. Когда мы включаем людей, которые приходят из других деноминаций в церковь, мы преподаем им благодать, то есть священнослужитель преподает им благодать, связанную с той формой, в которой она заключена. То есть форма таинства не является чем-то посредственным и чем-то внешним для самого таинства. Форма, которую нам оставляет Христос, ведь он действительно и для причастия, и для других таинств, многих он нам показывает, как это нужно делать. Мы не можем вынуть благодать, изъять благодать из таинства и оперировать её самостоятельно. То есть проблема взгляда вот этого экономического, который в ряде моментов трудов Илариона Троицкого звучит очень ярко, заключается в том, что церковь становится, если вот прям вот чётко сказать, как будто бы владелицей благодати и может её сниспосылать на людей, пряча какие-то формы. То есть мы не принимаем, что ваше крещение правильное, но мы скажем вам, мы просто вас исповедовали. Совершено одно таинство, и посредством этого таинства человек, который, допустим, приходит в церковь в сане, он остаётся в сане. То есть это одно таинство уже как будто бы соединено, вот так вот, мистически и скрыто. Второй момент – это крещение, ну и, собственно, остальные таинства, которые, возможно, там у него брак был, то есть адвенчание. Таким образом, о чём пишет Сергий Старогородский, он говорит, не повторяя формы крещения, из снисхождения церковь преподаёт принимаемую ему благодать крещения вместо самого крещения, то есть вместе с миропомазанием, по его форму. То есть форма одного таинства как будто бы включает все остальные таинства. И таинство крещения становится совершенно ненужным. И здесь очень много доводов, которые приводит Сергий Старогородский против этой концепции. Хотя всё-таки по науке о таинствах всякое действует по-своему. Безусловно. Одно – рождает заново человеческую природу, обновляя его, рождая в жизнь вечную. Другое – сообщает дары Святого Духа. Третье – служит прощению личных грехов. Четвёртое – к единению тела и крови Господней. Пятое – к соединению в брак. Поэтому сказать, что есть общая благодать, которая воспринимается как некая природа, которая без конкретного проявления в каком-то таинстве действует в общем, ну, это как раз это, я бы сказал, утверждение, которое можно снести к сильно спорным. Именно, да. И уже выяснять. А не столько простоту и ясность понятия и позиции священного мученика Илариона, из тех святых, на которых он ссылается, о том, что где ничего, там и нет ничего. Да, безусловно. Но при этом вопрос о том, как войти в церковь, если… Вот. Он связан как раз с этим якобы простым вопросом. Но, на мой взгляд, этот вопрос совершенно непростой, потому что это вопрос божественного знания, во-первых. Вот. Тем не менее, наверное, для практики церковной, для практики, вот о чём я говорила в первой программе, всё-таки для нас паствы как-то проще. Это вот мы куда нам сказали идти, да, за пастухом. Мы идём вот нас, прутиком погнали, мы идём. А на священника ложится очень большая ответственность в том, как и что делать. Здесь заключается первый нюанс, который, возможно, требует какого-то разъяснения. С другой стороны, это действительно вопрос мистики, то есть вопрос того божественного законодательства, устроения, которое нам во многом неведомо. И, возможно, внедрение вот такой системности приведёт нас в рамках сначала церковного права, затем вообще догматики к чему-то, что происходит у католиков, то есть к тотальной юридизации. То есть мы станем воспринимать мистику Бога как некоторую систему. Тем не менее, опять же, если я прыгаю, как бы сказать, из одного в другое, если мы говорим о системе, то всё-таки, если церковь может вот так вот, сейчас уведём прямо уж совсем эту мысль, к её вот так вот линии сходятся, как в перспективе, вот к этой вот точке схода, если церковь может сама вынимать из таинства благодать и относиться, скажем так, к форме, в которой Господь нам показывает таинство и действие благодати в этой форме, как к чему-то посредственному. То есть вот они вне церкви, у них есть форма, но это не важно, а мы в церкви, и мы можем вот эту благодать как угодно, не называя и не инициируя это таинство, форму его, передать. Церковь становится как будто бы сама источником этой благодати. Но мы понимаем, что источником благодати является Христос как глава церкви, и как только какая-то церковь отпадает от Господа Иисуса Христа, она теряет собственную благодать. И здесь уже никакая формула, то есть внешний вид таинства не поможет. И вот в этой вот человеческой логике, то есть в плену вот этого вот круговорота, у Сергея Острогородского очень много аргументов, и не только у него, очень много авторов, которые современные богословы, критикуют эту позицию и оправдывают более слабые позиции. Очень много спорного. Поэтому эта тема столь актуальна, потому что она и спорная, и вот такая вот животрепещущая. Благодарим, Анастасия, за то, что нам немножко раскрыли кругозор взгляда на эту тему, на вопрос единства церкви и способов к ней принадлежности. Дай Бог, чтобы все-таки вот эти пути и дорожки или тропинки воссоединения нашел бы всякий. И язычник, для которого все просто и ясно. Уверуй, исповедуй Господа, и кайся в грехах своих, имея решимость посвятить остаток жизни ему и принимай крещение. Ну и те, кто уже некоторым образом со Христом не чужие, сблизились, но находятся вне церкви, все-таки обрели реальное возобновление единства со Христом в полноте православной церкви. Благодарим вас, друзья, за внимание. Вас, Анастасия, храни Бог. До свидания.